Ой, кто это? Ой, привет, привет. Ну, как пошел день? Супер. Ты знаешь, сегодня показ был просто отпадный. Ты представляешь, приехали дизайнеры из Италии, из Франции. Помнишь, я тебе показывала такой толстый, из Испании. Так вот, народу было просто... А у меня тоже успехи. Маша, ты только посмотри. Та-дам! На первой полосе разместили. Как же я за тебя рада. Ты... Витя, ну ты это заслужил. Ну, Маша, все. Ты посмотри, как получилось. Маша, я тебе обещаю, вот это, вот это вот, только начало. Я там такое затеял. У нас такая разработка перспективная. Это сенсация будет. Это будет просто бомба. Витя, 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 ты меня слышишь? Витя, 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 помогите, помогите, кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Витя, 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 помогите, пожалуйста, кто-нибудь. А-а-а-а! Витя, 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 помогите. Это ты? Ну вот и все. Отмучился сердечный. Стойте. Стойте, вызывайте полицию. Мама, да вы что, ну успокойтесь, у вас стресс, мама. Это же убийство. Убийство. Ну что вы, Любовь Васильевна, ну какое убийство? Он же 10 лет в коме лежал. Полиция. Полиция. Моего сына убили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Валя, а ты можешь задержаться? Ну да, конечно, смогу, Галя Николаевна, если нужно. А что случилось? Покойный из города Рысакова. Пролежал в коме, не много, не мало, 10 лет. А сегодня скончался. Его мать считает, что это убийство. А почему она так считает? Из-за карамельки. Карамелька, которая лежала под простыней, утром лежала на тумбочке. Так, и что это означает? Это была Витина привычка с детства. Прятать фантики, конфеты под простыню. И что это означает? А это означает, что перед смертью он очнулся. Понимаете? Очнулся. Ну, а фантики, конфеты действительно найдены под жировые покойного Переверзева. Ну, и что же с того? Допустим, он действительно очнулся перед смертью. Бывают такие случаи. Выйдя из комы, больные помнят свою жизнь, ну, до определенного возраста. А при чем тут воспоминания? Видимо, Переверзев, очнувшись, решил, что он маленький ребенок, спрятал конфетку, об этом взял и умер, к сожалению. Да, ну, не, ну, правда, ну, а как еще доказать факт убийства? Ну, вот это мы сейчас и посмотрим. Смерть наступила в результате асфиксии между 12 ию часом дня сегодня. Так смерть насильственная или носит естественный характер? Посмотри. В полости рта и носа обнаружены микроворсинки. Хлопковая ткань, бязевой структуры. Такую делает Рысаковский текстильный комбинат. В общем, ворсинки от наволочки. Ну, теперь нет никаких сомнений. Переверзев был задушен подушкой. На наволочке его слюна и чешуйки петелия. Ну, и что? А то, во-первых, обнаружены эти следы были не с той стороны, на которой он лежал. А во-вторых, если бы слюна просто стекла на наволочку, она бы не оставила такого следа. Понятно. Получается, по замыслу убийцы смерть Переверзева должна была пройти незаметной. Обычно таких пациентов не везут на вскрытие, как онкобольных, например, или очень старых людей. Ну, да. Если бы не конфетка. Так бы и было. Днем я проходила диспансеризацию. Всю неделю уходила в дневной стационар. Ну, чтобы подлечиться. Дежурить оставалась Маша. Жена вашего сына? Да. А вы, когда домой вернулись, вы ничего странного не заметили? Да нет. Все было, как обычно. Пришла. Заглянула мельком к сыну. Прошла на кухню с продуктами. Маша оставалась на месте. Маша. Ученый Виктор Переверзев был сбит машиной и впал в кому. Спустя 10 лет родственники нашли его мертвым. Экспертизой установлено, что Переверзев был задушен подушкой. Возможно, перед смертью он пришел в себя. В момент гибели с ним должна была находиться жена Мария Переверзева. Доброе утро, коллеги. Итак, давайте с самого начала. Что мы имеем по вчерашнему убийству? Погибший. Переверзев Виктор Иванович, 48 лет. Кандидат биологических наук. Владелец небольшой производственно-фармацевтической фирмы Терлич. Жена Переверзева, Мария Анатольевна, 38 лет. Мать Переверзева, Любовь Васильевна, 68 лет. Переверзев 10 лет тому назад был сбит автомобилем, после чего впал в кому. А можно с этого момента поподробнее? А подробностей нет. Автомобиль с места происшествия скрылся, найден не был. А 10 лет Переверзев пролежал у матери дома. А что так можно? А это широкая практика в наших больницах. Если состояние пациента стабильно, но из кома он не вышел, то через месяцок его выдают родственникам. Да. Главное, чтобы дышал самостоятельно, без аппарата и искусственной вентиляции легких. И все. Итак, основываясь на результатах экспертиз, мы предполагаем, что Переверзев спустя 10 лет действительно вышел из комы, после чего сразу был убит. Почему обязательно, когда вышел из комы? Обычно главный мотив в подобных убийствах это усталость родственников или элементарность и страдание. Возможно, временного выхода из комы Переверзева никто не заметил. То есть он очнулся, а через какое-то время снова заснул или отключился. Но тогда под подозрением оказывается в первую очередь его жена. Мать пока тоже. Да ладно. А зачем матери наше внимание к себе привлекать? А вот зачем. Когда находит конфетку, мать понимает, что она натворила и в голове щелкает тумблер. Происходит психологическое вытеснение, что это не она, а кто-то другой пришел и убил. Маловероятно, но не исключено. В любом случае, алиби матери нужно проверить. И дело о наезде нужно запросить и изучить. Может быть, есть какая-то связь. Хотя вряд ли. Почему после аварии муж находился не у вас, а у матери? По нашему общему с ней соглашение. Мне же пришлось заняться делами фирмы. Как вы знаете, я работаю директором сейчас. Но я регулярно навещала мужа все эти годы и поддерживала со свекровью. Очень хорошие отношения. Помогала ей во все. А кем вы работали до того, как стали директором? До аварии я работала моделью. И представляете, мне это нравилось гораздо больше. Но что делать? А кто вас назначил директором, если ваш муж в коме? А кто меня должен был назначить директором? Это наша фирма. Ну, насколько я знаю, человека в коме очень сложно признать недееспособным из-за лакун в нашем российском законодательстве. Ну, если вы об этом, то здесь все очень просто. Муж очень часто ездил в командировки по поводу сырья в Сибири, на Алтай. И вот на этот случай у меня была от него генеральная доверенность. А поскольку он был единственным учредителем нашей фирмы, то благодаря этой доверенности я сама себя назначила генеральным директором. Вот и все. Вот и новый мотив для убийства. По Гражданскому кодексу доверенность действует три года, а прошло уже десять. Бывшая манекенщица в кресле директора фармацевтического ООО, в работе которого толком ничего не понимает. И, возможно, с удовольствием бы его продала, да не может. Нужно согласие собственника. А собственник лежит в коме, никак не хочет умирать, и срок доверенности уже давным-давно. Истек, а вот если бы муж умер, тогда бы она вступила в права наследования, делала бы с фирмой все, что ей заблагорассудится. Но я, честно говоря, не понимаю, почему эти расспросы. К тому, что ваш муж был убит. как убит? В смысле? Так. И в это время вы находились в квартире одна. Бред. Этого не может быть. Это... Этого не может быть. Это... Это доказано. Так. А в какое время это произошло? С двенадцати до часу дня. У меня есть алиби на это время. Я была на работе. Я была в офисе. Как? Я могу попросить у вас стакан воды? Пожалуйста. Ну, то есть, судя по реакции, я так понимаю, в это время вы не дежурили у постели мужа. Понимаете, я привирала свекрови. Иначе она бы все эти годы не вышла из дома. Ну, какой смысл? Какой смысл неотлучно сидеть у постели больного, когда он не приходит в себя уже десять лет? Да, да, я иногда выходила из дома по своим делам. Усталов Алексей Алексеевич. Заместитель Марии Анатольевны по производству. И в какое время вчера вы здесь видели Переверзева? с половины двенадцатого до двух. Может быть, до половины третьего. Разговаривали с ней? Нет, но видел. Пару раз заходил к ней в кабинет бумаги подписывать. Обеседовала она с шеф-поваром кафе Олектровым. А при чем здесь кафе? Хороший вопрос, логичный. Мария Анатольевна открыла это кафе в качестве дочки нашего ООО. Алексей Алексеевич, вы скоро? Надо подписать документы по закупке и на зарплату. Если у вас нет больше вопросов, то я пойду. Здесь все на меня. Да. Ваше алиби подтвердилось. Прекрасно. Я могу уйти? Да, конечно. Только перед этим ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Вот, например, о чем вы разговаривали с вашим мужем, когда он пришел в себя? Вот вы сейчас вообще о чем? Что значит пришел в себя? У нас есть основания полагать, что перед смертью Переверзев ненадолго очнулся. Господи, это вы поверили свекрови? Это бред. Это идиотская конфета. У кого есть ключи от квартиры? Ключи от квартиры были только у меня и Любовь Васильевна. Вы уверены, что вы закрыли квартиру перед тем, как уйти на работу? Я уверена, что я заперла дверь общего тамбура. А дверь в саму квартиру? А дверь в саму квартиру? Свекровь запирала только ночью. Ну, мало ли что. Короткое замыкание, затопление. Тут хоть соседи помогут. Любовь Васильевна один раз забыла выключить утюг и с тех пор у нее большой пункт идет на этот счет. Ну, а что с соседями? Вы нормально уживаетесь? Да нормально. А что нам делить? Всегда помогут, посочувствуют. То есть никаких трений, никаких споров вообще не было? Ну, разве такое бывает? Да не было. Ну, если не считать того, что я им квартиру не продала. Ну, это на конфликт не тянет. А зачем вам ваша квартира? Да у Тимофея тесновато стало. Дочка замуж вышла, зять подселился, ну, внуки пошли. Он очень хотел нашу квартиру приобрести. Ну, чтоб все рядом были. Ну, а мне-то это зачем? Ну, куда я с лежачим больным сыном поехала? Ну, то есть себе квартиру они так и не купили? Да пока нет. Ну, сейчас, наверное, я продам им. Тяжело мне теперь тут. Не могу я в его комнату заходить. Тимофей куда-то собрался? Любовь Васильевна, минуточку. Здрасте. Капитан Белая, федеральная экспертная служба. Чем могу быть полезен? В квартире есть еще кто-нибудь? Никого. Вся семья на даче отдыхает. Я вот тоже к ним собрался. Не, с дачи придется повременить. Спасибо. А по какому я тут поводу? Вы что, не догадываетесь? Нет. По поводу убийства вашего соседа. Какого соседа? Переверзива. Виктор Иванович. А я-то тут при чем? Все так говорят поначалу. Все. Чептилов, у вас был мать. Нет у меня никакого мотива. Есть у вас мотив. Квартира Переверзива. Вы хотели ее купить. И у вас была возможность совершить преступление. Вы были там с 12 до часа. Только вы и Переверзива. Ну, знаете. Я даже не знаю, что вам сказать. Вы меня просто ошарашили. Я готов пройти этот детектор лжи. Полиграф? Ну? Вам не поможет, Чептилов. Да почему? На основании постановления Верховного Суда использование психофизических исследований не является доказательством в суде. Да, мы используем полиграф в оперативно-розыскной работе, но польза полиграфа лично для вас будет зависеть только от одного. Я поверю вам или нет? Я не понимаю. Я вам не верю, Чептилов. Вот не верю. Вы единственная, у кого была возможность. Я почему-то уверен, что суд одобрит ваш арест, и вы будете сидеть, Чептилов. Будете сидеть, пока не признаетесь. Вы же мне жизнь рушите. Не было меня дома. Ну не было, честное слово. Чептилов, ну а где вы были? Ого. Вот видите, вы даже не успели ничего придумать. Я сейчас позову полицейского, он отведет вас в камеру. Посидите, подумайте. Нет, нет, нет. Стойте. Только жене ничего не говорите, я умоляю, а? Посмотрим. Я был у соседки, наверху. Я потому и на дачу со всеми не поехал. Потому что у нас с ней, ну, давно уже. Это. Не надо подробностей. Любовница Чептилова подтвердила его алиби. Я на всякий случай изъяла постельное белье, полотенце. Ну, я думаю, что это уже формальность. Хорошо, Таня, спасибо. Ну что, у нас тупик. У нас было два отличных подозреваемых, имевших мотив убить Переверзева. Теперь ни одного. И тем не менее, кто-то его убил. Ученый Переверзев был сбит машиной и впал в кому. Спустя 10 лет он пришел в себя и был задушен подушкой. В этот момент с ним рядом должна была находиться его жена. Однако у нее алиби. Оказывается, в тайне от свекрови жена все же отлучалась от постели мужа. Вторым подозреваемым становится сосед Переверзева с Чептилом. Но и ему удается доказать свою невиновность. Доброе утро. Да... Лучше бы ты мне пожелала доброго тура. Всего-то две буквки места не поменять, а такая огромная разница. Да ладно тебе, филолог-любитель. Над чем Карпеич с утра? Архивное дело о наезде на Переверзево. Что-то интересное? Связи с убийством, видимо, нет. Из-за темноты и светофар жена не запомнила ни марку автомобиля, ни его цвет. То есть по наезду у нас вообще ничего нет? Дело было поздним вечером. В поле зрения камера попала единственная проезжавшая мем-машина. Вот, маркатив, редкой фиолетовой окраски. В Росакове таких на учете не было, так что найти машину не удалось. Ну, получается, ни одной зацепки. Надо начинать с чистого листа. Тогда давай вернемся к началу. Переверзев приходит в себя, выходит из комы. И его тут же убивают. Это что, совпадение? Лично я так не думаю. Кому? Где могла быть выгодна его смерть? Кому он мог помешать? Кто мог узнать, что Переверзев пришел в себя примчаться и убить его? Алексей Алексеевич, а вы на фирме Переверзева давно работаете? Ну, я вообще являюсь старейшим сотрудником этой фирмы. Единственным, кто работает со дня основания. Теперь единственным. То есть народ у вас на фирме Асок долго не задерживается? Ну, так было не всегда. При Переверзеве у нас был очень динамичный рост перспективы. А с приходом Марии Анатольевны новые продукты перестали выпускать. Ну, а людям нужен рост, развитие. Все разбежались. А вы почему остались? Я не мог тогда все это бросить. По крайней мере, пока была надежда, что Переверзев вернется. Он мне преподавал еще в институте. Заметил, привлек к работе. Главное, научил верить в себя. Я ему обязан. Ну, теперь, видимо, уйду. Почему теперь уйдете? Мне кажется, что Мария Анатольевна скоро все это продаст. Она занимается только тем, что знает. У нее даже нет высшего образования. Через полгода, как она стала директором, она купила себе кафе. И все деньги стала обухивать туда. Подождите, она... Это же не по профилю. Она по маркетингу прочитала пару книг. Там написано, что в бизнесе есть перспективные звезды и дойные коровы. Вот мы стали такой дойной коровой. За десять лет ни одного нового продукта, одни фиточии. Зато кафе получилось неплохим. Модное. Вот им она толк знает. Это вы сейчас объективно рассуждаете? Ну да. Я и в Италии вкуснее пиццы не ел. А шеф-поваром там работает Олектров. А, это тот самый, с которым она была на работе, когда муж дома один остался. Именно. Так вот, с Олектровым они стали очень близки. Ну, вы сами понимаете. Что, вы имеете в виду, что они того? Ну, с канделябром я, конечно, не стоял. Но на работу каждое утро он ее привозит. Выводы делайте сами. Ясно. Алексей Алексеевич, я как бы хотел другого у вас узнать. Вы сказали, что на ферме работаете с самого начала. Может быть, припомните события десятилетней давности? Ну, с клерозом я пока еще не страдаю. У вас на ферме какие-то конфликты были? С конкурентами, с коллекторами? Может быть, рэкет? Нет, никогда. Но мы занимаем небольшую нишу. Мы даже не препараты производим, а биодобавки, витамины, лекарственные чаи и так далее. Какой рэкет? Это ж не водка. Ну, да. Наезд мог быть не случайно. И теперь, увидев, что муж пришел в сознание, Мария Переверзева могла отправиться на работу, вполне осознанно создавая себе алиби, а домой отправить убийцу. Подожди, какого убийцу? Это аятерова, что ли? Шеф-повра? Не слишком ли? Да сама подумай. Довольно быстро соломенная вдова Переверзева затеяла открытие кафе. И сразу же нашелся надежный мужик, на плечи которого легли все заботы. Вопрос. Нашелся ли? Или изначально проект создавался под него? Галина Николаевна, проверка подтвердила, что Олекторов и Мария Переверзева были любовниками еще до наезда. Так, и как это выяснилось? Удалось найти свидетелей, в компании которых Олекторов и жена Переверзева отдыхали вместе еще 11 лет тому назад. А сейчас они вообще ничего не боятся. Их телефоны регистрируются в ночное время в одной соте. А машина Олекторов все время стоит во дворе Переверзевой. Получается, что они не просто любовники, они живут вместе. Попались, голубки. Вызываем на допрос? Да пока еще рано. У нас нет на них ничего конкретного. Будем искать. Ты думаешь, они не докопаются? Ну как они докопаются? Ну успокойся, я с тобой. Ну что не так? Между нами не должно быть никакого вранья. Ну я не вру тебе, клянусь. Что с тобой? Ну тогда я уже не знаю, чему мне верить. А что это вы такие радостные? Как ребятня на новогоднем утреннике. Ну-ка давайте-ка меня порадуйтесь. Мы кое-что нашли. На самом деле это бомба. Заинтриговали. Продолжайте. Бывший столичный житель Олекторов 10 лет тому назад по доверенности владела. Иномаркой фиолетового цвета. Поиск в соцсетях сначала ничего не дал. Ни одной фотографии, где бы засветилась машина. Пришлось бы потеть. В конце концов, у друзей Олектора мы нашли несколько фотографий того периода. Так, ну это уже кое-что. А где эта машина теперь? Буквально в течение недели после ДТП Олекторов машину продал. Далеко не по самой выгодной цене. Покупателю из солнечного Узбекистана. А удастся ли нам доказать, что именно Олекторов сбил Переверзева? Вряд ли мы сможем взять его на испуг. Думаю, да. Удастся. Мы сопоставили фотографию и скриншот из дела о ДТП. Сомнений нет, Галена Николаевна. Сбившая Переверзева машина пролежала Олекторову. Вот тут, смотрите. Совпадают характерные царапины на крыле. Плюс присутствует небольшая цветная наклейка на борту. Это был не случайный наезд. Это было спланированное покушение. И когда Переверзев приходит в себя, то первым, кого он видит, свою жену. Она ничего никому не сказав, едет, обсуждая с Олекторовым ситуацию. И Олекторов, опасаясь, что Переверзев видел его за рулем, решил довести начатое 10 лет назад до конца. А Мария, естественно, остается на работе, чтобы обеспечить себе алиби на всякий пожарный случай. Хотя изначально наши голубки рассчитывали, что об этом преступлении вообще никто не узнает. И у них это почти получилось. Но задыхаясь, Переверзев успел подать матери знак. Спрятал ту самую конфетку. Так, отследите все передвижения Олекторова. Если он засветился возле дома Переверзева в момент убийства, все, он у нас в руках. Ну и последний штрих, Роман Родионович. Вот, посмотрите, камеры наружного наблюдения зафиксировали, как вы подъезжаете к дому Переверзевых в 12.30 позавчера. Этот вздох, это чистосердечное признание. Я действительно сбил Переверзева 10 лет назад машиной. Но я не думал, что он окажется в таком беспомощном положении. Все эти 10 лет, каждый день, я думал о страданиях этого человека. Я заснуть не могу без алкоголя и без снотворного. И вы решили облечить его страдания? Вы решили ему помочь? Я не смог его добить, понимаете? Просто не смог. Давайте еще раз подробно, подробно с момента приезда к Переверзеву. Хорошо. Как вам известно, в 12.30 я был на месте. Я поднялся в квартиру. Вы? Кто вы? Вы что, меня не помните? Ну, посмотрите внимательнее. Нет. Первый раз вас вижу. А я фельдшер. Меня приставили ухаживать за вами. Я ничего не понимаю. А где мама? И куда выезжала Маша? Увидела меня, скрикнула. Что вообще происходит? У вашей жены стресс. Ну, ее можно понять. Это все очень неожиданно. Она побежала подготовить вашу маму. А меня попросила побыть с вами. Что неожиданного-то? К чему подготовить? Ну, это чудо, что вы пришли в себя. Прошло 10 лет, понимаете? Сколько? Почему? Вы что, совсем ничего не помните? В 2007 году вас сбила машина. Сейчас 2017. Вы 10 лет были в коме. Может быть, вам принеси что-нибудь? Хорошо, я понимаю. Вам сейчас нужно побыть одному. Я пойду. Я увидел, что он не узнает меня. Он ничего не помнит. Зачем мне его убивать? Ну, разведутся они с Машей. Ну, располовинят свое имущество. Ему фирма достанется. Нам кафе. Зачем мне его убивать? А Маша Переверзева поверила в то, что вы не убивали? Нет, естественно, не поверила. Естественно, потому что в это нельзя поверить. Вы для чего приезжали? Убивать. У вас был мотив. Смерть потерпевшего наступила в то самое время, когда вы находились рядом с ним в его квартире. Так кто же убил-то? Простите. Где-то там, ну, классика, сейчас не помню. ВЫС, Роман Родионович, ВЫС. Некому больше. А вы мне сейчас предлагаете. Товарищ капитан, айди, поищи кого-нибудь другого. Это нормально, это логично. Товарищ капитан, вам нужна логика, так? Ну, желательно. Хорошо, как убили его? Подушкой задушили. Задушили подушкой. А у меня был шприц с сердечным препаратом, который я хотел ввести капельницу. Зачем мне было возиться с подушкой? Шприц до сих пор у меня валяется в бардачке в машине. Идите, проверьте. То есть чистосердечного признания не будет. Шприц из машины Олекторова обнаружен препарат группы сердечных гликозидов. Олекторов сказал на допросе правду. Но действительно, зачем ему убивать Переверзева, если я так его не узнал? Ну, во-первых, что не узнал, мы знаем только со слов Олекторов. Во-вторых, он мог узнать позже. Ну, а в-третьих, всегда есть банальная причина корысти. И убивает не только за полфирмы, но и за гораздо меньше суммы. Ну, ладно. А как быть с лекарством? Зачем он душил Переверзева, если спокойно мог ввести ему в капельницу препарат? Ну, хотя бы за тем, что Переверзев мог сопротивляться введению препарата. И тогда в ход пошла подушка. Я считаю, что это невиновность Олектору не доказывает ни разу. Таня, посмотри. Это что, следа джучка? Похоже на то. Я так понимаю, что он под столом долго висел, а недавно его отковыряли. Меня что, подслушивали? Ну, кто? Может быть, конкуренты. Да кому же мы сейчас конкуренты? Галина Николаевна, мы проверили все гаджеты Марии Переверзевой. На всех был превышен интернет-трафик. Телефоны и ноутбуки все время шли скачки на некий сайт. Там установлена программа шпионы? Да. На сайте обнаружены записи разговоров жены Переверзева и тексты СМС. Установили IP? IP-адрес ведет к общественному вай-фаю. Наши уже проверяют. Это кафе быстрого питания, куда некоторые сотрудники терролича ходят обед. И много сотрудников. Нет, некоторые берут еду с собой, остаются 3-4 человека, все с телефоном и с планшетом. И кто-то из них шпион. И этот кто-то узнал о содержании разговора Марии Переверзевой и Олег Тро в кабинете. Да, но как узнать, кто именно? Просто тупо у них у всех гаджеты изъять? Тупо. Делать вообще никогда ничего не надо. К тому же преступник мог уже избавиться от улик, как от жучка в кабинете. Нет, пробивать будем всех. Искать причину, по которой убили Переверзева. Что-то сияешь, как юбилейный рубль. Сейчас и ты будешь сиять. Оп, это что это? Какое-то ООО, Санкт-Петербург. Ты на фамилию посмотри. Усталов Алексей Кузьмич. На имя отца любимого ученика и соратника Переверзева Алексея Алексеевича Усталова в Санкт-Петербурге зарегистрирована ООО, которая выпускает очень популярную биодобавку сусенин. Она очень хорошо помогает при гепатите. Интересно, и почему же Усталов-младший не перешел работать в свое семейное ООО, а продолжает тереться в терличе? Скажите, кто-нибудь из бывших сотрудников мог иметь на вас зуб? Вы ведь многих уволили? Вы знаете, с этими вопросами вам лучше обратиться к моему зам. Усталов? Да. Кадровыми вопросами занимался именно он. Я только подписывала приказы по его представлению. Вот как? Да, я полностью ориентировалась на его мнение. Сначала я вообще мало что понимала в этом бизнесе. Тем более в производственной его части. Да, я, честно говоря, сейчас не особо вникаю. И вас не удивило, что Усталов заменил всех работников за 10 лет? Судя по документам, из состава, который был при вашем муже, остался только он. Всех? Ну, я как-то не задумывалась об этом. Давно сработал этот человек 20-25. Мне кажется, для такого срока это абсолютно нормально. Я же вам повторяю, я не особо вникала в производственно-научную часть. Понимаю. Вы занимались распределением прибыли. Единственное, что меня удивило, это то, что Усталов убрал Михайлова, заведующего лабораторией. Это было очень странно, потому что мой муж в свое время очень хвалил, очень ценил Олега Артемовича. Капитан Котов? Олег Артемович. Да. Очень приятно. Спасибо, что сразу откликнулись. Ну, как я мог не откликнуться? Все, что связано с шефом, для меня просто свято. А когда вы сказали, что его убили, до сих пор не могу понять, зачем. Он и так настрадался. Зверство какое-то. Но чем я-то могу помочь? А вы постарайтесь вспомнить, над чем вы работали с Переверзевым, ну, до ДТП. Мы вели очень перспективную разработку одного препарата. Но из-за ДТП нас опередили конкуренты из Питера. Правда, они зарегистрировали его как БАД. Но это только из экономии. На регистрацию лекарственного средства надо потратить несколько миллионов. Но на самом деле Сусенин – это отличное лекарство. А вы разве не в курсе, что Сусенин производит фирму у Сталого-старшего? Нет. Ах, он гад. Лешка, сволочь. Он же его украл. В момент смерти Переверзева мобильный телефон у Сталого находился в Соте, место преступления. Он видел, как Электоров вышел из дома и позвонил Марии. Сообщил, что не смог убить. У Сталого все слышал. Действовать надо было немедленно. Возвращение учителя привело бы у Сталого к разоблачению в воровстве и к полной катастрофе. Да, но вот как он попал в квартиру? У меня в голове не укладывается, как Маша могла. Десять лет изображала горе. Змея. Ну, змея. Вспомните, вы кому-нибудь давали ключи? Никому. Только у меня и у Маши. Вы не торопитесь, пожалуйста, ладно? Вспомните. Может, кому-то давали давно, может, ненадолго. Даже если на день, на час. А, ну, если только так, вы знаете, вроде бы, когда все это случилось, мне очень тяжело было. И ребята с фирмы мне помогали. И вроде бы я давала ключи. Ну, десять лет прошло. Но вы же замки с сих пор не меняли? Нет, зачем? Только смазала недавно, заедать стал. Ознакомьтесь с результатом экспертизы. На подкладке вашего кармана обнаружено масло из замка Переверзевых. Состав совпадает на сто процентов. Сами ключи вы, наверное, выбросили. А вот свежее масло вас выдало. Какие ключи? Ничего не понимаю. Да все вы прекрасно понимаете. Наверняка еще десять лет назад разжились с дубликатами. И хранили их в страхе, что шеф вот-вот очнется. В смартфоне из вашей квартиры найдены удаленные записи разговоров вашего директора, Марии Переверзевой. Так что... Ну, ведь это же несправедливо! Чтобы права на этот препарат получила эта тупая модель человека. Это манекенщица! Переверзев, кстати, хотел выделить нам небольшую долю с Михайловым. Она бы точно ничего не дала. Я имею полное право на эту разработку! Проблема не в манекенщице, а в том, что вы обокрали Переверзева. Обокрали и убили. Своих друзей вы тоже предали, того же Михайлова. Нет, ты не со мной. Это не со мной происходит. Это какой-то страшный сон! Это не сон! То, что вы вор и убийца, это реальность! Вот смотри я на них и удивляюсь! Это что же за времена такие пошли? Что за нравы? Ведь Переверзева же все предали! И жена, и любимый ученик! Страшно сказать, но даже Олекторов оказался совестливее и порядочнее, чем они! Ну, то есть единственный человек, которому Переверзев мог доверять, это его мать! Так что же, получается, сейчас, по большому счету, вообще никому нельзя доверять? Ну, да просто в людях лучше разбираться, и гениальность, она, конечно, не снимает ответственность за свою судьбу. Наверняка на кафедре Перевера взяла блока-антиаспирантка, которая ему в рот смотрела, а он ее даже не замечал. Ну, и в результате выбрал себе в жены существо с другой планеты, манекенщицу. Да это был ласкин из альянс. Ну, потому что не надо надеяться на авось и окружать себя людьми, в которых не уверен. Я вот, например, абсолютно уверена во всех своих друзьях. И в людях, с которыми здесь работаю. Я тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok